Продолжаем матч против Антона Майделя, счет 1-0 в пользу Антона, после того, как он сначала уверенно уравнял черными в предыдущей партии, а потом, воспользовавшись моей не слишком качественной игрой и отставанием по времени, смог в тактике меня перехитрить и выйти вперед. Ну а здесь у нас итальянская партия, спокойный ее вариант, ожидаю Антона хода c3, аж 3, надеюсь, что связано просто с тем, что белый откладывает ход c3, потому что если сейчас увижу конь c3, это будет очень обидно. Пока пойду а6, может быть, хочу забрать этого слона, на коне 5, b4, поэтому надо профилактически убрать слона на а7, но я ожидаю там то дохода слона b3. А4 тоже возможный вариант, так играют редко, не совсем понимаю почему, может быть, есть какие-то, какое-то обоснование этому. Можно архировать, можно пойти а6. Ну, глупого циркает поинтереснее, повеселее, а6, и потом, может быть, даже g5. С идеей g4. Ну, слон е3, это правильно, такого сильного слона надо выменивать, все равно пойду g4. Вопрос в том, кем брать на g4 после аж. Довольно, кстати, сложный вопрос. И свои аргументы в пользу того и другого взятия. Взяву конем все-таки. Так, у ферзя проявляется клетка f6, но проблема в том, что тут надо кем-то брать, а кем бы черные не взяли, у каждого взятия есть недостаток. Взятие ладьёй недостаток очевиден. Черные никогда не смогут архировать длинную сторону, а эта архировка могла бы быть им очень полезна. Взятие, конечно, другой недостаток. Конь на c6 расположен хорошо, и все-таки он борется за центр, и может в рамках перейти через e7 на g6 и на f4. Поэтому решил я взять все-таки ладьёй, но, конечно... Позиция опасная для меня. С одной стороны, есть атакующие возможности, с другой стороны, если ничего не получится, то Антон просто выиграет, потому что стратегически у белых, у черных, спрашиваю прощения, все довольно плохо тут. Не уверен, что ферзя f6 правильный ход. Может быть, надо было сразу вести коня по этому маршруту. Так, если конь безнаказанно придёт на f4, то Антон серьёзно рискует получить мат. Но думаю, что сейчас белые примут какие-то меры, может быть, выменят этого коня на g4. Я, по крайней мере, наверное, сыграл именно так. Не могу пока придумать достойного ответа на конь h2. То есть достойные ответы, на самом деле, есть. Я могу взять, могу сыграть h5, но как лучше, непонятно. Так, у меня же два сыграна. Мне кажется, это вообще чуть ли не единственный ход за белых, но не отменяет того, что ход хороший, и ничего очень выгодного после него меня нет. Вот я же 8, ферзь f3. Белые в любом случае хотят сыграть ферзь f3. Пытаюсь найти антидот, но не выходит. Ферзь f4, конь g4, слон g4, ферзь e3. У меня вот эта ладья начинает подвесать, и белый сыграет f4, и просто выиграю. Да, на это идти не очень хочется. Ну ладно, сыграл ладья g8, наверное. Много времени потратил, в любом случае. Не совсем уверен, кем брать на g4. Но ладьё придёт собрать. Не допускаю в вариантах этого противного для меня хода f4. Но всё равно, мне кажется, белый, по крайней мере, отбивается от атаки, и позиция-то у них стратегически очень хороша. Диматул хочет сыграть всё-таки ферзи f2 и f4 после этого как раз-таки. Могу ли я что-то сделать против этой угрозы? Ладно, пойду, ладья g7, времени 15 секунд против двух минут. Ферзь e3, да, с идеей f4. Это очень плохо, но надо убирать ладью. Ладь f2, на мой взгляд, промедление. Отдаю даже пешку на h6. Не знаю, стоило это делать или нет, но... Нужна хоть какая-то игра. Потом разобью слона и попытаюсь сыграть король e7, ладья h8. Просто успею, или, скорее всего, не успею. Но всё равно ход конь g6 был объективно практически вынужден. Если сейчас удастся посадить коня на f4, то позиция снова станет хорошей. Антон это не допускает. Я пытаюсь подразвиться. Не факт, что слон e6 правильный ход. Может быть, надо было, как сказать, помягче слон d7. Сейчас я начинаю думать, что именно слон d7 была сильнее. Но тяжело сориентироваться, когда на часах так мало времени. Спасает меня в некоторой степени. Двухсекундное добавление. Хотя в предыдущей партии оно, мягко говоря, не помогло. С другой стороны, у белых тоже не очень безопасная позиция. Мне кажется, Антона надо под мой цвет нот как-то подкручивать. Потому что если сейчас король e7, ладья h8 последует, то можно проиграть белым просто. Прямой атакой. Как-то странно. Черный король, в общем-то, на e8 чувствует себя в относительной безопасности. Чего про белого монарха сказать нельзя. По делу, что, скорее всего, сейчас Антон задумается и найдет какой-то ресурс за белых. Радует то, что 38 секунд против 15 секунд, это не то же самое, что 2 минуты против 15 секунд. Появляются какие-никакие шансы. f4 сыграно, да, это ожидалось. Конь приходит на f3. Ну да, наверное, это правильное решение. Сыграет ладья h8, последует fg5. Наверное, у черных уже объективно чуть приятней, но... Как играть, все равно непонятно. Сыграю e5. Конем возьму на e5. Конь f3, конь g4. С угрозой ладья h7, между прочим. Я h7 сыграю. Король f1, видимо, отвечать надо. Не вижу пока за себя, как тут выиграть. Да, видимо, уже сыграл неправильно. Даже h8 попробуем. Здесь есть сильный ход король f3. Антон его находит. Попробую ладья h2, но это уже явно не то. Снова черная, конечно, не хуже, но уже и, скорее всего, не лучше. Конь g2 сыгра. Придется давать этот шаг. Заползу ладьей. Да, и король f4 очень сильно на конкретных нюансах, позиционных нюансах придется брать. Дяды 3. Да, у черных не хуже, но... Может у черных, кстати, объективно и похуже стать. Пускай г5, белые начинают заползать. Конь f4 сильный ответ. Правда, у меня есть ход ладья f3. Так тоже неплохо. Как защищаться от мата не совсем ясно. Сыграю c6. Отдаю пешку. Да, ну тут уже у белых вообще, наверное, объективно просто выигранная позиция. Попытаюсь я поймать случайный шанс, но после король d6 похоже, что счет матча станет 2-0. Да, кстати, король e6 тоже очень сильный ответ. Попытаюсь сыграть конь d2, но вряд ли это поможет. Да, ладья c4. Пытаюсь тревожить белого коня. Собрать. Кроль b7. Кстати, у ладьи не так много полей. Может быть, удастся все-таки спастись в этой партии на ничью. Прошу прощения, что комментирую меньше, чем, пожалуй, стоило бы. Да, позиция c4. Белый вряд ли сильно рискует. Пешка e очень хороша. Так, чуть было не подставил. Ладью один ход. Это вряд ли было бы грамотным решением. Ну да, и после короля d7 партия заканчивается в ничью. Я так думаю, вряд ли он может играть на победу. Ну, позиция ничейна, потому что конь всегда держит эту проходную. То есть, можно вот так вот вечно шаховать. А можно на самом деле даже сыграть конь a3. Тоже черные ничего не могут сделать. Ну, в общем, я могу сказать, что нам в этой партии в некоторой степени обоим повезло. Партия получилась интересной. Ну, а счет полтора на пол очка в пользу Антона Майдале. Встретимся в следующей партии.